Два поражения подряд в полуфинале Кубка Гагарина от Омско-Балашхинского авангарда. На такое начало не рассчитывали ни игроки Салавата Юлаева, ни болельщики команды. В Уфу хоккеисты вернулись не в лучшем настроении. Впрочем, сдаваться без борьбы никто не собирался. Салават Юлаев при поддержке болельщиков готовился нанести ответный удар. Долго ждать не пришлось. Уже на десятой минуте Артем Сергеев дальним броском вывел Салават вперед. Успокаиваться на этом уфимский клуб не собирался. Уже через минуту магистр Йонас Кемпайнин шайбу укоротил и вратаря авангарда перебросил. Союзник мой, сила, могучий союзник это. В первом периоде против омичей было буквально все. Трибуны, лед, рикошеты и борты. С одним из них близко познакомился Ансель Галимов. Нападающий несколько минут пролежал на льду, а потом отправился в раздевалку под скандирование уфимских болельщиков. Они сразу поставили ему диагноз – симулянт. Без Галимова авангард успел получить в свои ворота третью шайбу. Тему Хартикайнин солировал в той атаке. Конечно, такой счет добавляет уверенности. Всем нравится, когда мы забиваем голы команде с хорошей обороной. Рад, что сегодня так получилось. Это было очень важно для нас. Мы чувствуем себя отлично. Сказать то же самое игроки авангарда не могли. Второй период омичи начали с новым вратарем. Вместо Игоря Бабкова в игру вступил Иван Налимов. Ему тоже хватало работы. Хозяева льда не собирались уходить в оборону. В одной из атак уфимской команды арбитры усмотрели нарушение численного состава. По их мнению, на площадке оказались шесть полевых игроков. С таким решением судьи не согласились ни игроки, ни главный тренер юлайфцев Николай Цулыгин. Судьи пресекли все протесты. Салават остался в меньшинстве. Авангард воспользовался своим шансом и отыграл одну шайбу. Автором гола стал Денис Зернов. До этой игры он не выходил на лед две недели из-за травмы. Мы как бы знали, что Салават дома играет еще активнее. Начало главное потерпеть, но быстрые голы пропустили. Мне уже тяжело было в игру войти. Игрокам авангарда было тяжело не только войти, но и вернуться в игру. В третьем периоде юлайфцы перебросали своих соперников в два раза. Последний штурм ворота мячам также не удался. Они заменили вратаря на шестого полевого. А взамен получили шайбу в пустые ворота от Максима Майорова. После этого вратарь вернулся на место. Но за несколько секунд до конца игры пропустил еще один гол. Петр Хохряков поставил точку. 5-1. Уверенная победа Салавата. Здорово начали сегодня. Именно в первом периоде сделали результат. То есть задел это три гола. И потом уже играли по счету. Были еще моменты забить. Но самое главное, что именно от обороны хорошо правильно сыграли. После этой игры в серии до четырех побед. Авангард продолжает вести 2-1. Сравнять счет Салават Юлаев сможет 4 апреля. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.